Расскажите, как вы здесь живете? А как вы думаете, без воды, без света, без газа? И вот хлеба привозят. Саша! Ты ушел! Скажите, пенсию платят? Платят. Здрасте, а так за пенсию надо идти 6 километров через поле. Хорошо, если сухо, а если по дождю вот так, погрязи. Пенсия эта. Что-то, наверное, вы у нас первый раз, да? Ну, Саша! Он не трогает. Саша, нельзя, это свои. В подвале еще сырость мокрая. Расскажите нам в двух словах, как обстановка сейчас, какие проблемы есть. Я хочу сказать, сейчас не так стреляют, как раньше. Сейчас нет. И солдаты нас никогда не бежали, не бежали. Только что вот стреляют, и вот разбивают нас, и все. А у нас еще вот, у моей сестры, у меня, у меня черновая, у нее вон два раза оперировали рак горла. А мой два раза инфарктом, вот в Чернобыле 40 дней забыл. Здоровья никакого нету, ехать некуда. Все, вот и пивем. А пенсия? Что пенсия? Вы говорили про шесть километров, расскажите вот эту историю. Ну, идем вот шесть километров туда, шесть и назад идем, шесть. А ехать еще надо по карточке получать... Как забрать, не знаю, что-то не помню. Ой, с собой. Далеко? Да. Водина? Нет, как тут Водина. Секра, где мы пенсии получаем? В Красноярмейске. Как у вас зовут? В Чикаг. Трансформатор есть один. И тут, говорит, километра два вот от Водина протянуть. Говорят, что пока не закончится, все боятся тянуть. Бахают, стреляют, боятся тянуть. А без света, сами понимаете, как без света. С ума сойти. Свечка вот, сейчас зима начнется, свечка и зиму ест. Мы поснимали фонари и рампу, чтобы все. Да, да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.